В прошлом видео мы сказали о том, что целевую прибыль 10% в месяц на наш капитал можно достичь разными способами. Это могут быть инвестиции, среднесрочные, долгосрочные или, например, активный трейдинг. Давайте посмотрим, как это выглядит в случае с среднесрочными и долгосрочными инвестициями. Акции компании Яндекс. Начинается кризис, связанный с пандемией. Цены на акции начинают падать. Это происходило не только с компанией Яндекс, это происходило с акциями многих компаний. И вот мы видим, что в феврале и март идет снижение. Но потенциально мы понимаем, что кризис не вечный. Яндекс – это достаточно серьезная компания. Сейчас мы пока именно фундаментальный анализ углубляться не будем. Покажу общую картину. То есть глобально цены у нас растут на акции этой компании. И в данном случае нам нужно понимать, где покупать. Я использую роботов-помощников. Я про них тоже на вебинаре расскажу. Мы запускаем робота. Он нам подсказывает, где можно совершить покупку. И вот если бы мы использовали робота, то мы совершали бы покупку в четырех местах. В данном случае покупка по 2953, по 2721, 2470, 2425. То есть как раз на фоне кризиса мы совершали бы эти покупки. И вот теперь спустя уже получается у нас раз, два, три месяца прошло. То есть цена из вот этого падения вышла. То есть цена снова выросла. Даже ушла выше, чем были предыдущие значения. Обновила свои максимумы. Сейчас вот мы видим значение 3448. То есть получается, что все наши вот эти покупки, которые бы здесь произошли, они бы нам принесли прибыль. Давайте посмотрим, какая это прибыль. Например, каждый раз, когда робот-помощник говорит вам покупать, вы покупали бы на сумму 25 тысяч рублей. То есть вы вложили бы в сумме 100 тысяч рублей. Каждая из этих покупок выросла бы на разную величину. Вот та самая первая выросла бы на 16%. Принесла бы вам 4080 рублей. Вторая на 26. Третья на 39. Четвертая на 41. Почему здесь больше процентов? Потому что эти покупки совершались по более дешевым ценам. И в сумме на вложенные 100 тысяч рублей за эти три месяца мы получили бы доход 30%. То есть вот эта покупка принесла бы 16%, вот эта принесла бы 25%, ну и потом там 39, 41%. Это вот если брать текущие цены. Таким образом, на общую вложенную сумму доход 30%. На каком шаге нашего финансового плана мы находимся? Вот наши 100 тысяч. Мы заработали не 10, а 30%. То есть мы за три месяца как раз пришли вот сюда, на третий шаг. То есть фактически совершив 4 сделки за 2 месяца, то есть 4 раза нам нужно было подойти к торговой платформе, нажать кнопку «Купить» и дальше заниматься своими делами. И вот за последующие вот эти 3 месяца мы вот за счет этого роста заработали 30%. Дальше цены будут колебаться. Мы можем заработать больше, можем зафиксироваться. Но фактически это всего лишь 4 раза нажать кнопку «Купить». Вот что такое инвестиции. То есть если мы разбираемся в рынке и делаем все правильно, то мы способны зарабатывать эти деньги, вот эти наши плановые 10% в месяц, ну фактически затрачивая минимум усилий. И снова я приглашаю вас на вебинар 2 июля в 19 часов здесь на ютубе. Мы поговорим об инвестициях, поговорим о том, каким образом мы можем реализовать наш финансовый план, выстраивая нашу финансовую систему. Какие есть методы инвестиций, спекуляции, как правильно подходить к рынку для того, чтобы реализовывать наши финансовые задачи. Приглашаю вас. Приходите. До встречи.